В 1648 году Блесс Паскаль поставил эксперимент, в котором он при помощи кружки с водой разорвал бочку. Он установил в заполненную жидкостью бочку тонкую высокую трубку и начал заливать через неё жидкость. Из-за малого диаметра трубки высота столба жидкости быстро нарастала. Величина давления зависит от высоты столба жидкости, плотности этой жидкости и величины ускорения свободного падения. Давление в бочке выросло настолько, что она не выдержала напряжение и лопнула. Если бы диаметр трубки был больше, а высота меньше, то при заполнении её таким же объёмом воды ничего бы не произошло, так как важна именно высота столба жидкости. Следует различать понятие гидростатического давления, нормального напряжения сжатия и усилие давления жидкости, действующей на стенку. Усилие давления будет определяться, как произведение гидростатического давления на площадь стенки. Если рассмотреть бочку с трубкой, то гидростатическое давление будет определяться, как произведение высоты столба жидкости на плотность жидкости и на ускорение свободного падения. Чтобы узнать усилие, с которым жидкость будет давить на дно бочки, нужно умножить полученную величину на площадь дна бочки. Гидростатический парадокс или парадокс Паскаля заключается в том, что вес жидкости, налитый в сосуд, может отличаться от силы давления, оказываемая ею на дно сосуда. Так в расширяющихся кверху сосудах сила давления на дно меньше веса жидкости, а всуживающихся больше, так как сила давления определяется как произведение гидростатического давления на площадь дна. По сути, это явление объясняется обычными законами физики, в частности, законом Паскаля. Если составить расчетные зависимости для каждого сосуда и рассмотреть их с точки зрения закона Паскаля, никаких противоречий не будет. Однако, за этим явлением закрепилось название «гидростатический парадокс». Оно встречается в энциклопедиях и другой литературе. Можно ли считать это явление парадоксом? Поделитесь своим мнением в комментариях.